Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Как у меня происходит постоянное отключение света, пропадание интернета. Это делает очень огромный дискомфорт для меня. Я начинаю отставать очень сильно от ребят, то что полтора дня без света просидеть или полдня без интернета для моей творческой деятельности на ютубе очень плохо влияет. Снова не было интернета, решил я почистить немножко место на накопителе. И нашел такой очень интересный разговор, как бы я увидел этого человека под тагом вражеским. Произошли события на Леоне 2, что революция, рассоединение людей, люди сказали нет диктатуре. И вот я увидел одного человека под вражеским тагом. Но перед этим он вышел с клана. И я уверен, что этот человек оклеветал очень доброго КЛ и клан ОГЭ. Просто вот послушайте этот разговор, который был вот примерно месяц назад. Обычный ночной прайм, 2 часа ночи, клан ТС. Я оскорблял, я вообще людей не оскорбляюсь, честно. Вот вы слышали, чтобы я хоть раз кого-то оскорблял? Мне кажется, нет. Вот. И... Я слышал. Хуй с... Кого вор? Ну ты сказал, я никого не оскорбляю, если человек жирный, и я ему говорю, он жирный, но он же жирный. Это не оскорбление. Почему? Если мой секторист будет говорить, ты пидор. Ну да, почему вот как бы... А если это правда, то это уже не оскорбление. Нет, это факт, блядь. Ну да, конечно. У тебя длинный нос. Вот. Мне смегать, что он шнобель пошел. Я же не буду оскорбляться. Блядь, ну родился у меня таким. Ну, смотри, человек, ну как бы с небольшим дефектом развития, да, Устана. Ты же говоришь, а это еблан, нахуй. Нет, с небольшим нет. Нет, нет. Ну, чёртка разница. Еблан же. Еблан же. Ну, он же не еблан, блин, блин. Почему? А чё нет-то? Посмотри, какое отклонение. Вот, например, если отклонение, как у дрова, то еблан. А я не могу сам себя судить. Ну, мы-то, утрывалка, вы, может. Просто обидишься, как они на дорожку. Ну, почему я... Потому что ты делаешь. Тогда не обижаюсь. Ты ещё как обижаешься. Ну, когда я забежал, скажите мне. Приморай, всегда. Ты не понимаешь. Я хуй знает. Я не обижаюсь. Я не знаю. Вот, что из твоих выкаток было, как я помню, сейчас на клан-арене, вызвали боссов, чего-то там кого-то ты не ударил, кого-то ты сам бил, стоял, затупил, тебя здесь-то разговорили, ты такой, а, ну, раз так, как бы, или вон узклана. Это один раз был, я психанул, потому что я, блядь, не спал, сколько, блядь, там, дней, блядь, перед этим, и там было нет. Кто ты тогда? Я поспсиханул, братан. Ну, по твоей шкале, у тебя никогда не было. Как тебя назвать, вот, в данном смысле? Я же не обижался, я психанул, это разные вещи. Нам тебя как назвать по твоей шкале? По какой шкале? Истеричка, можно, да. Вот, это тайно, вот это ближе к правде намного. Я не отрицаю. Но у всех есть свои недостатки. Сейчас ты вышел с клана, по какой причине? Я не выходил с кланом. Мне пришло письмо. Калаврат покинул клан, был, надпись, я тебя не кикал. Ну, а как? Тебе Маша позвонила еще, письма даже не было бы, ты пойми. Нет, 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 мне было письмо сначала, а потом... Не было. Маш, ты сразу позвонил. Не позвонила мне. Да мы сидели в голосе все, я говорю, я вас поздравляю. Сначала было письмо от Маши. А, но не от меня же. И от этого я охуею еще, не по-детски. Вот, от письма после чисто. Это моя, типа, заморочка. Что, что? Она сказала, что вроде бы пошла тебе звонить, рассказывать, что-то. Я же не знаю, что она так делала. Я говорю, может, подожди, я сейчас всем напишу бумаги, потому что как бы не только тебе пришло. Она мне, да, звонила, возможно. Ближе к часу ночи, но я трубку не брал. А может, просто не хотел говорить. Не знаю, не помню. Так, так, подожди, старость мне радость. А почему ты в ПВЕ не пошел? А зачем я в ПВЕ идти? Почему я должен был в ПВЕ идти? Я не смог хрюкать в себя душа. И это тоже факт. Не, вот расскажи, зачем я должен был в ПВЕ идти? Назови мне вот просто вот причину и резон идти в ПВЕ. Пойти в ПВЕ, поднять свой онлайн. Зачем мне надо? То есть, смотри, ты, ты понимаешь, что ты сейчас не являешься членом Альянса. Так. Так. А демоны вроде, это, с вами в союзе. А это не, это союз, это не Альянс. А, ну, ну, так, хорошо. Членый клан обещает. Мне выйти откуда-то, я могу выйти, не вопросов. Тебе просто, я написал письмо, ты его хорошо прочитал? Ротацию состава, после того, как у тебя все будет нормально, мы тебя возьмем обратно. Да, 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 я нормально читал, да. Так, смотри, а что мне мешает стоять? Что тебе не мешает стоять? Что тебе не мешает? Что тебе не мешает? Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что мне мешает? В ПВЕ ребята видели бы твою активность на боссах и так далее. Мне не нужна активность на боссах, я не буду ходить на боссах. Слушай, Ватан, если ты никуда ходить не будешь, появляться не будешь, то тогда, ну, извини. Ну, все, я тогда, ну, я же ни на что не претендую, все, я вот, ну, господин, мне можно в Немспик заходить? Сказали, можно, могу не заходить. Нет, мы же тебя не выгоняем, просто, если ты хочешь играть, нужно, нужны вот такие вот у нас. У меня желания нету, я же сказал, у меня нету желания, а тем более у меня желания такие, ну, такие требования. Я как бы, ну, не хочу ни с кем ссориться, но я же объясняю прекрасно, а почему... А там что, сверхъестественные какие-то требования, что ли? Нет, а зачем я должен их выполнять, скажи? И о какой же каторге идет речь? Каторга очень сильно, вот, если ты состоишь в клане OG, тут тебя заставляют, короче, в трипота ебашить, если ты ничего не выполняешь, короче, тебе кидают вар, выгоняют с клана, а потом еще раз кидают вар, и тебя гоняют по всей Леоне. Ладно, шучу. То есть, если ты хотел бы, вот, это было месяц назад, и вот, если ты хочешь находиться там в клане, к примеру, тебе нужно было посещать там раздень боссов Беоры, башни дерзости хотя бы раздень, посещать Рамдала и Мордила. Так, это раз. Клановые мероприятия, это у нас, получается, Остров Пробуждения, где ты просто в понедельник и пятницу за полчаса получаешь где-то 100 тысяч Ордена Славы и где-то 60-70 тысяч Кристаллов, если я не ошибаюсь. Просто бегая, собирая при этом, короче, получая плюшки, это каторга такая, и посещение кланового Олимпа. Я думаю, вот этого хватило бы, чтобы оставаться в клане. Тебя никто не выгонял, ты бы был полезный, ты бы ходил на клан Олимп, потому что за клан Олимп очень крутые плюшки дали. Но это такое, это каторга, понимаете, вы понимаете, да? Ты хочешь находиться в клане, ты должен как бы для общего блага делать и получать от этого еще плюшки. Ну, вот так вот. Вот просто вот давайте... Ты играешь в коллектив, в коллективе играют разные ребята. Да, у нас в этой коллективе есть цель. Классно. Вот, поэтому все члены коллектива выполняют эту цель. Смотри, вот у меня была, когда я играл в коллективе, в одном одна цель. Вот, потом эта цель сменилась, не знаю, коллектив сменился, еще что-то. Какую цель и что я, что коллектив, какую цель преследует, скажите мне. Какой вот коллектив преследует цель, скажите мне. Коллективную цель. Какую? Ну вот давайте вы взрослые ребята, вы же мне претензии предъявляете, да скажите, какую цель мы преследуем. Мы развиваться. Мафиоз. Развитие. Какое развитие? Совместное развитие кого? Какое совместное развитие? кого совесть на развитие гигана гигана вот видите вы сами отвечать еще раз не ребят я идет меня на колорад хотя бы себя троллят сейчас или что ты серьезно это не серьезно понимаешь война у нас выиграна мы ни с кем не войну активность есть клановые хрючев все хрючев я не собираюсь одевать топ чуваков ну поздравляю ребят я попросил вас скажите мне пожалуйста эти документы номер ротации а тушим красным вы что мне ответили его нет чувак ты может быть трехсотом а может быть тысячном в любой момент искал заебись ходите на туши собирает их я-то причем почему я должен потрачить на кого-то вы чё прикалываетесь что я в поле оделся больше за месяц чем я оделся за год играя все плане я выполнял свои обязанности вы можете упрекнуть что я их не выполнял я пиздец в этом клане бред от потрачен я благодарен что я получил за девять месяцев первый красный свои последнюю лут мечи я благодарен заебись я выполнил свою обязанность я подписал контракт его выполнил чё дальше мечом 24 решил опять ходить на боссов чтобы вы отдали вот кому-то другому что вы водили кого-то что вы потом обнулили опять дкп я вот ходил три месяца это не стоишь я ходил три месяца как нормальный человек получил дкп потом них это нормально не колора давай а я общался мол говорит потом ты когда я отсутствовал по три месяца по три недели в плане чтобы там какой-то другой фиге позаниматься это было нормально если человек понимал бы цели был бы разговора так я еще скажу скажите мне цель я пойму мою вызов две цели сохранить клан сохранить коллектив вот наша основная цель вы сохранила этого нужно делать поздравляю толстая то я что вот это 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 я ходить назову признаешь стал какие 12 часов а сколько зачем я работа вообще ходить надо смотрю бы стоит там никто не убивать я приходил убивал ты про здесь не ваша получит жилькость все потенциально хочу на тебя готовили дать красный шмот я не хочу и не хотел что-то не собираюсь никому никогда никогда ты не хочешь ходить на кланы мероприятия ты не хочешь бегать ппш на активность тебя не стеси последний я не ходил на кланы я пропустил стрессе надел один или два когда народ орал когда тебя там калаврат калаврат там бьет ты этого не слышал это мне будет говорить виде как заходит на клановые пвп это была одна из причин по которым и нами тоже убрали он ходил тоже на кланы мероприятия но он ничего не слышала не делал то что мы говорили все все вопросов нет не вопросов нет у вас есть каме вопрос у нас нет тебя просто не хочешь и конечно не хочу хочу нужно хотеть зачем я должен хотеть я получал удовольствие потом я значили в чем-то упрекать если ты хочешь остаться в коллективе в клане нужно делать вот это вот это минимал ты скажешь мне это не надо а 4 и плане не осталось значение остался все почему-то я должен как бы заниматься тебе предложили вариант если хочешь вернуться не делать вот металла мне вот только предлагают носки условия я что-то должен я вот не понимаю почему тогда я тебе что-то должен я тебе хоть раз что-то говорил что-то на что-то должен был девять месяцев коллективе мне тут нихуя не дали нет а я ну-ка правильно я тебе ответил и почему что-то твои претензии рачить да почему я кому-то что-то должен суши когда я делал на этом энтузиазме а потом получил только претензии у меня энтузиазм закончился потом я захотел отдохнуть а то минсально напрягать что у меня уровень хуёвый и качайся но я пошел качаться в чем проблемы и понимаю когда я хожу гулять на боссов и когда все ходят на боссов и меня потом вороны дед кричит ходишь на босс и качайся на кладбище стоишь были иди качайся к лавра я иду качаться а потом через 20 минут ты заходишь олажкой урон и кто не знаю ребят вы отрядились кто из вас блять кто блин там уже не ворона и деда не сначала по заебывать к лаврата один одно говорит 2 2 говорит а потом дать я еще и виноват либо все нормально я пошел качаться все нормально было не было людей когда на боссов я нормально приходил туда и никому ничего не говорил приходил убивал боссов блять лучше это засчитывалось все было нормально когда блять было 20 человек онлайн я не ходил на это вопрос а потому что эти докопаны очки нахуй не всарались блять нету выбрать создаетесь мухи брать проблему да никто не создает и сам создаю что я не создаю сейчас сидишь создаешь мухи проблем и вообще даже так разговаривали ты сидишь и возмущаешься я не замучаюсь мы с ним играем сорян извини ты приходишь и спрашиваешь раз они не играть дальше мы говорим вот так вот ты гришь я так не хочу и сорян парень все все вопросов нету и ты начинаешь возмущаться там все садик я не возмущит и что меня обидели возмутился все извините свое поведение нет ну какой-нибудь человеком пожал уже ответил нет это хочешь молока из груди женщин а в игре тебе нравилось играть коллектив нормальный такой шкале должно быть шкале рихтера в каком плане нормальный нормальный как и ося нормальный как мозаи кто нам но мы за это еще топ коллективы и оси здесь новый коллектив под управлением он ли ван или там хумил эндер уанта бреда есть коллектив под управлением ломаю забора есть под коллектив под управлением сидорович и коллективу есть вы есть коллективов много ну что тебе интереснее не ну 80 процентов что-то перечислил мне неинтересно поэтому это мне играю же у нас же в плане твой субботыльник по моему мне не плевка вы ну и я так это называют но с которым высотного шприца ты походе дело тоже это не хочешь спировка играть вопрос не в том с кем я хочу вопрос кто хочет со мной играть то все хотят хоть тебе не ходи просто накладной хочет играть нужно нужны от тебя эти действия не нужно слушать дедов ворнов и так далее у тебя есть свой коллектив с которым ты играешь ты с крайности в крайне скота бросаешься от тебя сверлистистах мы все с крайне скрою не бросаемся чем я не знаю зачем зачем у нас такие задачи мы придерживаем все сказали окей удалить по рукам я не был на этом собрании я никому ничего не ударил это замила потом доведено в дискорде это было написано в объявлении все прям что нужно делать мелко и пожалуйста мелко я тебе объяснить скажу и столько груз гнусных и грустных секретиков знаю на самом деле что значит неактив я вот значит всегда привык так вот я вот всегда получать пизделей или давать пизделей по факту вот давайте так давайте вы мне по факту какие-то вещи назовете я по факту скажу да я виноват или нет то что я не был две недели на это я не вижу две недели это было два дня подряд на клановом battleground в тимспике да я не был но у меня было причиной и вроде бы не из-за меня там проиграли здесь даже делал не в поражении об этом говорил уже не то что керту прямая она тут и говорил почему я в том же то не было дискорде поспрашивали где коловорот где коловорот здесь у нас одно движуха другая движуха нам нужно то и дефать там еще там какие-то там по в этом какие-то были еще там где коловорот нет коловорот то и дефать и давно я должен был сменял то иначе стык является каждый раз новой активности которые нам навязывать но вот именно что знаешь вот сначала у нас нахуй никто не нужен она появляется новая активность коты кто-то навязывает нужны люди я так это понимаю а люди уже быть хуй забили не последовал каждую правда своя я еще раз говорю с каждым можно всегда поговорить можно наедине поговорить еще как-то а можно хуесосить потом ждать результат а вот от хуесосения никогда результаты не был скажи пожалуйста зачем мне нужно кому-то что-то говорить скажи пожалуйста не говори так держи все себе ты не держишься себе такой человек у нас пара начинаешь говоришь там не смотри у нас люди разные у нас кто-то склонник зажигается как спичка 1 . кто-то у нас набуханный ходит хую несет вот после некоторых клановых у нас нет святых людей каждый есть свои и критическими критические и все это как бы понятно да ну знаешь никто из этого делают в одном направлении трагедия короче тебя кто-то обидел там я никто не обидел я сейчас просто накопилось дерьмо блять накопилось помню когда у вас накопилось дерево что-то не понравилось тоже были с чем-то не согласны почему-то потом пришли был такой же момент почему я должен был чем согласен почему я должен быть чем-то радоваться почему я должен каким-то глупым приказом следовать а когда это не надо делать не в то время ну то что вот колокол рад конкретики вот немножко контейт говоришь от образно вот примеру что там есть такое но ты не решили на кто что это ну так дела не решаются а зачем это нужно конкретника у нас выходить за что что-то скажу лишь хотел заново нет желания это не исправит вопрос зачем их решаетесь никому это не надо решать ребят мы их объяснить решить не знаешь я знаю что вы кричит вот лично все понимаешь решили ну вот знаешь вот и я недавно тоже начал рассказывать всем я помочь их решить и недавно тоже начал рассказывать проблемы я заметил что их начать играть просто когда люди молчат и так понял на это не смотрят внимание если показать вот действительно с фактами произошло вот так вот так есть вот это и вот это когда начинает думать если поменялось то заебись потому что раньше было наоборот когда ты на проблему указывал это очень сильно нравилось не на самом деле просто сказать что вот все плохо это одно если сказать вот это плохо вот это плохо и и это плохо потому что делается вот так и не вот так тогда об этом могут подумать потому что тогда будет все ясно прям по фактам поэтому это да вот поэтому сейчас и просят вот ты говоришь были проблему спросили какие ты говоришь все поздно поезд ушел не так никогда не говорю вот честно вот пока сидим я все что я слышал это я не буду ничего не называть но есть проблема не подожди то что ты не души души тебе не достанутся вы как будто видите значит вверх проблемы это чисто вот это ты же скол что ли я не нужен я же ты всегда говорил миг золотал бля не валялись на земле они лежали говори подбери на случайно было с ними сделать сменировать их ну извини я не пизунец получается вот и не нужны тут их подбираешь влезти же она сгнила пропала что-то вот смотри вот видишь какой-то классный ты шилды и но у меня напоминаешь это такой темы на жаре я произошла ситуация человек вышел из клана и решил присвоить душу фелис фелис это rb мира линейдж 2 мобайл так как этому человеку сходило это с рук ранее был замечен за такими деяниями пытался забрать мелких боссов как будто это весело вышел перед этим из клана просто ты сидишь что-то рассказываешь про какие-то собрали мы собрать друзьям здесь пирожка сада заходил топлива что-то наркоман нибудь в плане еще что-то а потом когда вас левочка я попросил его взяли сейчас с ним играйте все заебись бля не ваших блять слова что на ёбнутый страны наркоман кто блять ну скажи блять никто блять я это сказал блять пихтоды очень умные блять осмотрю блять охуитель сам блять сказал я рассказал до профили давай ты здесь только вы пиздите на людей на потом еще блять и что ебать клаврат блять и скажи кто чё ты блять хошь вокруг да около кто сказал ну кто ну ты скажи нахуя мне это говорит пиздишь блять данное видео вышло по одной причине потому что я увидел этого человека под тагом ягана как бы не знаю там продал чара не продал без понятия я просто сушок прошел что гиган свою большую руку большой карман засунул и там достал красные книги разные вкусности пораздавал ребятам чтобы не потерять последние крошки своего свои свиты и не знаю я врать не буду просто сушок прошел и как бы этот человек постоянно говорил на ягана что он такой там плохой что он не хочет бустить таких как он и в итоге он плане у ягана очень интересный парень парень прикольный я так понял он давно уже с ребятами играет но видно что-то не выспался или что не с той ноги встал как бы ну получается вот произошла ситуация разошлись ребята с мнением гигана как бы и в альянсе произошла реформации в итоге парень пошел к ягану но разговор получился очень интересный очень прикольный мне нравится такой трэш контент как бы то он у меня выходит на канале а да еще одно как бы идет атака по энерго структуре в украине и получается что я полтора дня сидел без света потом когда все починили опять там 12 часов не было интернета потом когда интернет включили через полчаса выключается свет еще на восемь часов но так как моя деятельность завязана на интернете и на свете то я не знаю что мне делать я буду что-то думать вот эти пропадания на пол дня на день как бы это очень влияет на мою игру и дальнейшее развитие в линейдж 2 мобайл я так как бы фри игрок и очень сильно отстаю от среднячков время покажет как я люблю говорить но в целом по тв я смотрю тв новости наши украинские то как бы там картина на зиму очень плохая то что как бы ракет не жалеют чтобы оставить обычных людей без света я ни на кого не жалуюсь там типа пишите типа в комментариях так вам и надо там это горе я могу рассуждать на эту тему часами днями наверное потому что я последние восемь месяцев посвятил только вот я каждый день пять часов в день я трачу на то чтобы посмотреть какую-то информацию о поле боя о том что происходит то что говорит она мне нахер не нужно как бы обычному человеку это целом искать кто виноват кто не прав украина бьется за свою землю за своих людей 24 февраля случилось так что у людей не стало нормальной жизни не стало работы и один выход идти защищать свою страну как бы я никого не агитирую каждый должен выбирать сам за себя но есть факты того что происходит это что люди говорили там 2008 году никак просто 14 годом не сходится как бы ну короче это можно рассуждать миллион и тысячу раз и по миллион и тысячу мыслей просто сколько загубленных судеб вот жалко просто детей которые еще как бы не не увидели эту жизнь она у них уже закончилась то я не знаю что будет дальше как я куда меня заведет моя судьба но в целом я вижу что точно я не в линейдж 2 мобайл я буду дальше играть и снимать ролики на youtube то мирного неба вам над головой если ты хочешь меня поддержать подпиской лайк это самое что не может согреть душу с вами был раз всем до новых встреч